Всем привет, ребят, с вами Warhammer и это новая небольшая рубрика, посвященная чемпионату по формуле 1 2004 года, проходящей в Ассета Корса и на портале ОСРВ. Собственно, в прошлое воскресенье был у нас первый этап в Сильверстоуне и хотелось бы сделать небольшой обзор, как это в принципе происходило, как я готовился к этому этапу и в принципе, что я для себя понял, исходя из этого этапа, на что нужно делать будет упор и тому подобное. И начнем с пятничного стрима, а именно подготовка к этому этапу. Мне надо было подготовиться, в Ассета Корс давно не гонял, окей, в принципе, болид Формулы 1, мне не сильно сложно долго привыкать к болиду 2004 года, в отличие от современных болидов, но, кстати, главное еще было правило этого чемпионата, то, что у нас не будет тракшн контроля. В 2004 году на болидах он еще присутствовал и есть такая настройка, но у нас его нету, что для меня, кстати, в плюс было, потому что у меня все-таки опыт езды без него. И, в принципе, быстро я вкатился в болид и начал потихоньку-потихоньку улучшать круг за кругом свое время и для меня самой главной была задача выйти из минуты 30. И, в принципе, я вышел под конец стрима из этого времени, но потом я открыл сайт и увидел небольшую такую для себя проблему, то, что люди тут едут и минуту 28. Соответственно, для себя я уже плюс-минус 5 еще понимал то, что задача попасть на подиум у меня усложняется очень сильно, потому что, ну, все-таки квалифицироваться мне не удастся очень хорошо. Да, квалификации и гонка отличаются все-таки друг от друга и порой, так, ты в квалификации можешь очень плохо проехать, но в самой гонке очень хорошо ехать и спокойно бороться с лидерами. В принципе, плюс-минус так оно и шло, но к этому мы еще дойдем. Собственно, в субботу я смотрел также по времени на сайте, кто сколько поставил, и там был даже человек, который уже вышел из минуты 28. Я был, мягко говоря, в шоке, потому что для меня выйти из минуты 30 было не сильно простой задачей. Ну, точнее, надо было просто правильно начинать ехать по траектории правильной, ну и также еще сетап подобрать правильный. В этом плане в Осетии там посложнее все, нежели в формуле, где ты можешь, если ты не знаешь, как настроить болид, взять, скачать сетап тебе нужный и ехать. Ну и, в принципе, в сете больше настроек. Соответственно, сетап я там более-менее нашел и более-менее поехал. И что же, в субботу я без стрима уже также тренировался уже на сервере, накатал примерно 50 кругов, плюс-минус. И для себя понимал уже, как нужно лучше ехать, что лучше будет использовать на квалификации, потому что у нас также износ резины был удвоенный. Поэтому на софте было не вариант ехать в квалификации, потому что он просто после первого прогревочного круга уже будет никакущий. Мидиум еще более-менее может продержаться в течение всей квалификации, которая длится всего лишь 10 минут. Соответственно, попыток не сильно-то и много нужно. После 10 минут на квалификации у нас идет уже 2 гонки. В первой гонке мы стартуем по результатам квалификации, во второй гонке у нас идет уже старт по результатам первой гонки, но при этом первая шестерка должна была быть реверсом идти. То есть тот, кто финишов на шестом, стартует на первом, а первый на шестом и так далее. Но до этого мы тоже дойдем. Собственно, квалификация. Кое-как я проехал там минут 29 и 7 вроде бы время у меня было, или 8, точно не помню. И в принципе мне это позволило занять шестое место. Но прикол в том был то, что впереди меня человек проехал минут 28 с чем-то, и разница между нами была секунда там и две десятых вроде. А позади там разница была в две десятых. То есть плюс-минус я понимал, что я буду эдаким лидером второго эшелона. Потому что, ну по-другому это не назвать, все-таки разница в секунду между гонщиками. Но опять же это гонка будет, и тут все может поменяться, и может быть я даже смогу за кем-то поехать из-за лидеров и спокойно навязать еще борьбу. По стратегии на гонку двойной износ, поэтому два комплекта харда. То есть на медиуме тут тоже не был вариант какой-либо ехать, потому что медиум проживет где-то 5-6 кругов. Потом он уже будет просто плыть. Харт здесь держится более-менее 13-14 кругов, которые нужно как раз для половины дистанции. Ну и также еще дозаправить свой билет нужно, потому что все-таки еще дозаправка здесь тоже есть. Ну что же, все, баки заправлены на 65 литров. Резина новая стоит, и поехали на старт. На котором у нас тут же вылетает один из лидеров этого этапа. Соответственно я сразу же поднимаюсь на одну позицию и уже становлюсь пятым. То есть моя задача минимум была, это пятое место, задача максимум третье место. Хотя бы минимум уже была сделана, мягко говоря. В первый поворот мы входим с парнем бок о бок, но к сожалению я выдавливаю немного наружу. Из-за этого он хуже выходит, и по итогу я за первый круг спокойно оторваюсь от него. И начинаю ехать в небольшом гордом одиночестве, пытаясь доехать до Романа Лапина, который шел тот момент на четвертой позиции. Но не мог никак догнать, и по итогу он даже еще отъехал от меня подальше. И по итогу на пятом месте как я стартовал, мягко говоря, так я и закончил. Ну в принципе окей. Пятая позиция, соответственно на реверсе я должен был бы стартовать вторым. Но старт второй гонки у нас проходит то, что не было у нас реверса никакого. Те же позиции, что и с первой гонки были. Я стартовал на пятом месте. Но тут уже ребята более-менее прокатились по трассе, вкатились в нее и в болиды. И по итогу уже все стали на свои места, так сказать. И по итогу что же у нас получается. Я очень хорошо во второй гонке стартую. Тут же навязал борьбу Роману Лапину в борьбе за четвертую позицию. Которую, кстати, выиграл по итогу в четвертом повороте. И какое-то время я мог на ней ехать спокойно, без каких-либо проблем. А именно до пидстопа. Точнее даже до десятого круга. Потом меня Роман догнал. И в принципе уже висел у меня на хвосте. Но опережать не сильно он и горел желанием. Потому что все-таки опасно уже на нашей изношенной резине вдруг что. Ну и в принципе какой смысл было опережать в середине гонки. Я заехал на пидстоп раньше, чем Роман. Он решил сделать лишний круг с ребятами, кто ехал позади него. По итогу после своего пидстопа я выезжаю, проезжаю круг. И ребятам за счет позднего пидстопа удалось выиграть по отношению ко мне по времени. То есть я обгоняю двух ребят, которые выезжают из пидстопа. Второго причем только уже в третьем повороте обогнал. А Роман ехал уже впереди. Но плюс-минус темп у нас был одинаковый. Плюс у меня еще был преимущество в один круг за счет прогретой резины. Поэтому я смог за ним удержаться. Но недолго моя песня была. Я по итогу растерял весь свой темп. Кстати с чем нужно будет работать. И по итогу Роман оторвался. А после того как я на двадцать вроде втором или третьем кругу сказал. О там парень развернулся позади меня. Тут же мне прилетела карма. И на выходе из восьмого вроде поворота меня тоже немножко заносит. И по итогу я отправляюсь в отбойник. Но это цветочки. Я еще так слегка повредил свое переднее антикрыло. И с ним можно было ехать в быстрых поворотах. Но кругом спустя. Двумя даже. Опять тот же самый человек его разворачивает. Где-то я смотрю что у нас просто разрыв у меня увеличился. Хотя по темпу мы идем одинаково. И я говорю о его опять развернуло. Ну и через пять секунд выход из пятого поворота напрямую. И я улетаю в отбойник. Итог. Сломанное переднее антикрыло. Я никуда не могу в принципе ехать нормально. Потому что на скоростных поворотах меня просто дико начинает сносить. По итогу я откатываюсь уже на шестую позицию. И того шестое место в финале. Хотя по итогу шел на четвертом месте и мог вообще поворотиться за подиум. Так как у нас один из товарищей лидеров вышел просто. Не знаю там Рейш Квитнер похоже. Потому что он очень много ошибался в начале гонки и из-за этого вышел. Ну что могу сказать. Мне нужно больше практиковаться на убитой резине. И наехать уже после примерно 50 кругов. Когда у меня как раз проявляется уже усталость. Потому что я вторая гонка. Мне надо все-таки тренировать этот момент. Ну и также надо продолжать работать над стабильностью на круге. Потому что время на круге в гонке у меня все время варьировалось от полусекунды. Это очень большой разрыв между кругами. Ладно это когда идет борьба. Но когда один круг я проезжал минуту 30 и 7. А потом минут 31 и там еще 3. Это уже было очень плохо. То есть надо работать со стабильностью. И стараться чтобы время на кругах отличалось там 2 десятых. Ну для меня это будет приемлемый разрыв. Так что как-то так. Впереди нас ждут еще вроде бы 6 или 7 этапов. Следующий этап это будет Монреаль Канада. Наш скоростной трек. На котором надо по максимуму уже себя проявить. Он будет намного проще чем Сильверстоун. Поэтому борьба скорее всего там будет более плотной. Нежели опять же в том же Сильверстоуне. Стрим будет уже Канаде на следующей неделе. В пятницу будет тренировочный стрим. И в воскресенье уже будет сам этап. Так что подписывайтесь на канал. И подписывайтесь на группу ВКонтакте. Чтобы не пропустить все анонсы. А на этом все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И до скорой встречи. Пока-пока. И удачи вам.